Разумеется, она не могла не повлиять, потому что это, скажем, то объективное обстоятельство, в котором оказались все люди. То есть это касается не кого-то выборочного, это касается всех. Это и, скажем, в определенной степени появляются и страхи у людей, и тревога, депрессивные состояния, то есть масса различных проявлений, которые обычно возникают, когда человек испытывает неопределенность. Все-таки, согласитесь, пандемия – это все-таки состояние, если в глобальном масштабе, это состояние неопределенности. Люди не знают, что дальше будет. И, как и всякая неопределенность, она, конечно, пугает людей. Поэтому, разумеется, что я могу сказать, что люди в большей степени ушли сейчас в эмоции. Мне приходилось бывать в провизорном центре, работать непосредственно с пациентами, но в целом работа, она в основном по телефону, с учетом того, что все-таки это провизорное отделение. И по обращениям, когда человек испытывает, у наших пациентов есть телефон, есть специальные памятки, где они могут, прочитав, получив необходимую информацию, обратиться по телефону ко мне. Есть обращения, чаще всего это связано действительно со своими собственными состояниями, потому что человек, помимо того, что он имеет признаки заболевания, он еще и чувствует, что у него возникают панические атаки, у него возникает страх, он начинает беспокоиться. Поэтому, разумеется, обращения, мне кажется, стандартные в ситуации любой болезни. Много людей обращаются как в живую, так и в онлайн-формате. В основном, конечно, это страхи. Страхи за свое здоровье, за здоровье близких, за страх за финансовые, скажем, какие-то возможности, проблемы с материальным благополучием, страх потери работы, страх того, что что-то может случиться, страх утраты. Особенно, когда есть, скажем, пожилые родственники или родственники, которые болеют, и люди не знают, как дальше действовать. Разумеется, люди проявляют все естественные для них реакции. Нужно понимать, что, скажем, когда люди обращаются вот по поводу коронавируса, да, все-таки, условия пандемии, это все-таки кризисная помощь. Это чаще всего она предполагает выслушивание пациента, его отреагирование и помощь ему, скажем, помощь ему в нахождении доступной для него копинг-стратегии, стратегии преодоления, то, что он может сделать. Ну, это вот такая стандартная помощь, которая расписана во многих руководствах. Есть рекомендации, в том числе и ВОЗ, и ЮНИСЕФ, то есть есть различные, скажем, протоколы, по которым это оказывается. Я думаю, что специалисты эти протоколы, конечно же, знают и оказывают согласны им. То есть, конечно, когда человек обращается, и когда я понимаю, что его страх связан не только вот с этой ситуацией, а связан больше с его особенностями или его личностями, да, конечно, там работают, предполагают еще и проработку некоторых таких личностных моментов. И здесь я бы не хотела обратиться, наверное, уже к широкой общественности, потому что, к сожалению, в нашей культуре есть такое, что мы… Ну, вот так уже случилось, да, что мы, как правило, обесцениваем страхи. То есть, когда человек приходит, вот, скажем, ваш родственник пришел и говорит о своих страхах, что делают близкие родственники, они обесценивают, они говорят, да ладно, не бери в голову, да, или прекратить об этом думать, или да, отпустить эту ситуацию. Но при этом конкретно как это делается, никто как бы не говорит. Поэтому я бы как раз обратилась вот ко всем тем людям, близким людям, которые окружают человека, который находится вот в состоянии тревоги и страха, да, что ни в коем случае не нужно обесценивать тревоги, нужно попытаться помочь ему отреагировать. Внимательное, активное выслушивание окажет гораздо больше помощи, чем, скажем, вот такое вот стремление, когда человеку говорят, нужно позитивно думать. Но при этом человек-то не может позитивно быть, а потом, понимаете, наш мозг устроен таким образом, что мы не можем взять и переключиться быстро на позитивное восприятие чего-то. У нас там есть лимбическая структура, которая иногда как дикий конь, да, упускается во все тяжкие и нагнетает достаточно в обыстрах. Поэтому нужно понимать, что когда человек тревожится, нужно создать ему возможности, условия для проговаривания своих эмоций, да, то есть ни в коем случае не обесценивать. Если, скажем, человек перенес или находится в состоянии болезни после консультации с врачом, с пульмонологом, допустим, что ему можно, что ему нельзя, можно использовать различные дыхательные упражнения, да, потому что глубокое медленное дыхание, оно, как правило, влияет на, скажем, на наше состояние, на состояние мозговых структур, на выработку определенных биохимических процессов, да, и человек на самом деле успокаивается. То есть вообще нужно взять за практику дышать. Правильное дыхание, дыхательная гимнастика, по три минутки, несколько раз в день – это вот то, что доктор прописал, да, человек начинает успокаиваться, меняется его нейродинамика, динамика процессов, и человек на самом деле становится спокойнее. Кроме того, есть очень важный такой принцип, наверное, известный всем, что когда у человека очень сильные эмоции, нужно переключить себя на инструментальный уровень. То есть что-нибудь начать делать. Помыть полы, помыть посуду, что-то приготовить, разобрать, разобрать там вещи, да, что-то, что помогает, ну, вот, скажем так, эффект очищения пространства, да, то есть человек приводит это в порядок, и он начинает чувствовать, что он начинает уже гораздо себя лучше чувствовать. Из таких подручных средств я бы, наверное, советовала, ну, во-первых, для того, чтобы наш мозг работал в полной мере, а начинайте утро с нейропластических упражнений. Что это означает? Для того, чтобы мозг работал, нужно, чтобы все мозговые структуры работали в полной мере. Вот проснулись, возьмите, понюхайте, может, какой-нибудь естественный запах. Будет это запах мандарина, яблока, лука, чего угодно. Что это даёт? Обонятельная кора, активируясь, она начинает, как бы, передаёт свою эстафету другим, да, и когда наш мозг, все наши мозговые структуры в активном состоянии, наша иммунная система работает лучше. Я думаю, что если вы этим, как бы, воспользуетесь, то вы заметно почувствуете своё улучшение. И, кстати, многим моим клиентам, которые обращаются по поводу, как раз-таки, вот своего состояния, я рекомендую именно, вот упражнения по нейропластичности. И, как мне они говорят, большая часть достаточно легко справляется со всеми этими переживаниями, возникшими в результате вот такого стресса. То есть всегда есть определённые техники. Ну вот техники из той серии, которая называется сансомоторная регуляция. Что такое сансомоторная регуляция? У нас все процессы, на самом деле, они соединены. И если мы что-то делаем, то, как правило, это всегда, скажем так, влияет, откликается и в других процессах. Поэтому ваша активность, физическая активность, она будет улучшать ваше состояние. Она будет помогать, влиять на выработку определённых гормонов. Это тоже, как бы, даст хороший результат. То есть чаще всего мои рекомендации связаны как раз с тем, чтобы нормализовать своё состояние, привести свой организм в состояние баланса. То есть когда человек тревожится, конечно, у него, как правило, что возникает? У него возникает, скажем, состояние, в котором он не может собой, ну, в какой-то степени управлять. Да, вот то, что я называю «дикий коник» поскакает, да, и человек всё начинает, то есть стресс его захлёстывает. Когда человек, скажем, его захлёстывает, и он начинает думать, что обязательно что-то случится, можно позадавать себе вопросы, да, что, почему именно я этого боюсь. Сейчас в интернете можно много найти, есть замечательная техника «Аффективный мозг», да, ну, лучше, конечно, это делать со специалистом, то есть всегда можно понять, откуда истоки, да, и что я могу сделать. Поэтому когнитивно-поведенческая, диалектико-поведенческая терапия, да, вот, то направление, в котором я работаю, схема терапии называется. То есть это все эти направления, гештальтерапия, то есть есть множество направлений, которые дают конкретные техники. Чаще всего в депрессивном состоянии, да, в беспокойстве всегда есть какая-то установка, я уязвим, я уязвим, и со мной непременно что-то такое страшное случится, да. Когда человек прорабатывает эти установки, он понимает, а что я могу, собственно, сделать. То есть у меня есть вот такие, скажем, варианты выбора. Очень полезно, наверное, становиться на такую исследовательскую позицию и понять, а как вообще я реагирую в стрессе. И если, скажем, у вас реакция в стрессе борьба, то это совсем неплохо, да. То есть, скорее всего, у тех, у кого борьба, они побежали по аптекам, да. А у тех, у кого, скажем, такой механизм, как избегание, они постарались ничего лишнего не читать и тоже как-то привели себя в состояние более-менее нормальное. А вот у кого оцепенение, они, конечно, хуже всего реагируют на эту ситуацию. Почему? Потому что они не могут ничего с собой поделать, их страха воздевает ими. Поэтому, ну и даже вот в этой ситуации, я думаю, что стоит тебя поисследовать, поизучать. Если, скажем, у вас именно вот такая стратегия, стратегия оцепенения, подумать, что вы можете сделать, чтобы её изменить. Потому что это же ведь на долгие годы, да. Я имею в виду не пандемия на долгие годы, а эта стратегия, и она не совсем полезная. Следовательно, стоит её поменять. Родственники должны ещё тоже понимать, что они тоже должны быть перестать источниками стресса. Почему? Потому что очень часто родственники занимают не совсем полезную, скажем, такую позицию. Почему? Либо они начинают заниматься гиперопекой и вызывают ощущение у, скажем, человека, ощущение вот какой-то своей немощности, либо они начинают обесценивать его. То есть у нас как бы крайность. Я думаю, что вообще мы та культура, которая очень-очень, ну, скажем так, неуважительно относится к эмоциям, она не понимает значения эмоций, да. И когда человек пытается, допустим, поделиться своими страхами, ему что делают? Ему что, говорит, машет рукой, и говорит, ой, ладно, не забивай себе голову, да. То есть нет вот этой вот, нет вот этой золотой середины. То есть люди не всегда понимают, что это важно. Почему его сейчас именно это и важно. Или наоборот, да, видя, что человек, вот, скажем так, ушел в болезнь, они всячески стараются ему максимально, скажем так, в этом помочь. И человек волей-невольно превращается, я так называю, в так называемого, я так обычно называю, в профессионального больного, который начинает себе изыскивать еще больше и большее количество, скажем, симптомов. И понятно, что это тоже не полезно, да. Поэтому родственники должны все-таки понимать, что если они там здоровые, да, сохранные, то их задача – создать здоровое окружение. Окружение, которое должно стать такой опорой для человека, который болеет. Потому что ни в коем случае нельзя обесценивать. Что очень часто бывает. То есть люди очень часто обесценивают, и они говорят, ну ладно, там, с кем не бывает, или еще что-то. То есть вроде как они пытаются оказать поддержку, но на самом деле намного это хуже, да. И что тоже сейчас стали обращаться люди, которые пережили утрату, да. То есть кто-то из близких умер. И чаще всего вот это вот состояние горя, в котором они естественным образом находятся, оно в какой-то степени еще усиливается неправильными действиями родственников, да. То есть вот это вот тоже желание, чтобы он ничего не чувствовал, или она там ничего не чувствовала. Или вообще совершенно для меня шокирующая такая поддержка, когда говорит, ну что делать? Надо жить дальше, да. Вот когда такие слова говорят, нужно понимать, что вы практически говорите, что эта утрата не имеет никакого значения. Вот так точно говорить нельзя, да. Я все чаще сталкиваюсь, когда мне люди говорят, что вот я пережил, и мне мои близкие так говорят, а мне хочется их за это убить. И вот так и хочется вас с ним сказать. А вот если бы вы сами, да, вот непосредственно сами переживали утрату очень близкого человека, готовы ли были, скажем, это все выслушивать? Наверное, нет, да. Поэтому примеряйте к себе. Как бы вы к этому отнеслись? Говорить какие-то общие слова, да лучше ничего не говорить. Лучше быть просто присутствовать, поддержать, телесно как-то, да, там, не знаю, вот там, да, тронуться, показать, что вы есть. Но не говорите тех слов, которые обесценивают утрату. Все это делать ни в коем случае нельзя. Не знаете, что делать? Вот посоветуйтесь со специалистами. Зайдите, в конце концов, в интернет. Сейчас масса различных, скажем, различных программ, проектов, да, где можно получить достаточно квалифицированную помощь, как помочь пережить утрату. Поэтому, ну, как-то вот надо, наверное, вот в этом быть более ответственными людьми. У нас есть такой принцип, психологи вообще-то не советуют, да, то есть мы можем поддержать, мы можем сопровождать через, допустим, ощущение горя, мы можем объяснять, что с ним происходит, потому что когда человек приходит и говорит, «Вы знаете, я никогда не был злым человеком, но сейчас не хочется всех поубивать». Да, и тогда просто объясняешь про эти стадии горя, что с этим происходит, что будет дальше, как с этим жить, на что обратить внимание. То есть чаще всего там функция психолога какая? Она сопровождающая. То есть нет там такого, что вот вы берёте и выводите его в состояние горя. Человек будет в этом состоянии, потому что это естественное его состояние, это его реакция на горе, это нормально. Вы знаете, ну, я вообще считаю, что полезен вот так называемый принцип избирательности, да, вы же не едите всё, что вы, там, ну, всю еду, да, потому что она там может быть вредной, может быть опасной, может быть там протухшей в конце концов. То же самое и с информацией. То есть нужно быть избирательными. Если вы хотите получить какую-то конкретную, какие-то факты, сейчас практически на любом языке, на русском, на казахском, на английском, да, есть масса платформ, которые как раз-таки, да, дают такую информацию. То есть старайтесь всё-таки опираться на какие-то официальные источники, международные источники, да, есть ВОЗ, хотя многие там относятся, скажем, там, с тревогой или с предубеждением, но тем не менее, если есть исследования, не берите ВОЗ, даже если вы не знаете английского языка, посмотрите научно-исследовательские журналы. Вот я обычную информацию беру из различных исследовательских журналов, потому что, как правило, эти люди не ангажированные, они просто дают результаты того, что, скажем, они исследовали, да. То есть есть ли это вам нужные факты. Если же вы начинаете читать всякие истории по поводу того, как, что случилось, и начинаете, вот у человека есть такое свойство, идентифицироваться, да, и вы начинаете сливаться с этой информацией, я думаю, что это, конечно, прибавит вам больше тревоги и меньше уверенности в том, что вы с этим справитесь. Не читайте, вы же не видите, что всё попало, да, точно так же не читайте, что попало. Надо как-то заботиться о себе, беречь свой мозг, потому что обработка информации – это тоже достаточно трудное занятие, да. Нужно быть к себе более уважительным, вот, постараться быть достаточно избирательным. И, кроме того, у нас тоже, скажем так, в нашей жизнедеятельности срабатывает так называемый принцип экономичности, да. То есть если мы себя тратим вот на это, то ясно, что у нас на что-то больше может и не хватить. Поэтому помните об этом. Стресс влияет. Стресс влияет каким образом? Повышаются определённые гормоны, скажем, такие гормоны, как корцизол и пролактин. Поэтому те люди, у которых есть, скажем, там, тенденция к различным заболеваниям, нужно, конечно, стараться быть обследованы. Сейчас, слава богу, поликлиники-то открываются, у нас диагностический центр открылся. То есть если вы чувствуете, что у вас есть проблемы, идите к врачу. Не пытайтесь, скажем, там, довести себя до белого коленя. Идите к врачу, пройдите, да, осмотр врача. Я думаю, что как бы снимется. Если же есть, вы чувствуете, что да, у вас есть все признаки нарушения, да, это тоже, тоже нужно идти к врачу. Потому что если, скажем, там, заниматься самолечением, ну, мы видели же, к чему приводят самолечение, когда люди не обращались, и обращались там через 2-3 недели, и запускали себя, да, и они приезжали сюда в тяжёлом состоянии. Ну, я имею в виду, скажем, если коронавирус. Но это касается не только коронавируса. То есть когда люди себя залечивают, клиника бывает стёрта, да, кроме того, вполне может быть, что и какая-то, скажем, там, провокация других заболеваний. Поэтому, разумеется, нужно обращаться к врачу. Ну, я думаю, что большинству, конечно, нужна психологическая помощь. Почему? Потому что люди достаточно, ну, большая часть, конечно, чувствует, что их жизнь не будет прежней, да, и вот эта утрата какой-то устойчивости, она вызывает стремление что-то, куда-то бежать и что-то делать, да. И в этом, наверное, и нужна психологическая помощь, когда, скажем, специалист может подсказать, да, что же делать, чтобы быть в контакте с собой. Я вот по поводу, хотела сказать, люди сами там организовываются, вот в Фейсбуке недавно ко мне обратились, там, скажем, там, френды и предложили, ну, по возможности консультировать или давать какие-то ответы на их вопросы, да. Ну, я не думаю, что там, скажем, практически все психологи, так или иначе, мне кажется, сейчас задействованы. Я специально посмотрела, ну, какое-то время назад, так как я тоже еще продолжаю учиться, и у меня было такое задание посмотреть, как в разных странах, да, как предлагают помощь, насколько информационная помощь, скажем так, эффективна. И практически все страны, как, там, скажем, европейские страны, азиатские страны, да, дают достаточную информацию. И у нас в стране тоже есть специальные сайты, где можно получить и психологическую помощь, и какие-то рекомендации. Поэтому, мне кажется, просто нужно, наверное, не лениться, и всегда можно получить. У нас есть в том числе и онлайн-помощь психологов, психотерапевтов, бесплатная помощь, то есть практически она круглосуточная, поэтому я думаю, что, ну, в достаточной мере она организована. Ну, помните о том, что есть как позитивные, так и негативные способы преодоления, да. Позитивные – это какие? Это забота о себе. То есть это правильный режим сна, отдыха. Очень важно, кстати, не пересиживать в том же интернете, да. Почему? Для того, чтобы циркальный ритм нормальный был, в нормальном, скажем так, режиме работал, надо соблюдать, да, то есть положиться вовремя, вовремя вставать, не спать целыми днями, потому что это тоже не полезно совсем, да. То есть это тоже, я бы сказала, что это негативный способ преодоления, когда человек очень много долго спит, то надо сказать, что его восприятие как-то немножко притупляется, да, и это тоже не полезно, потому что он начинает в какой-то момент чувствовать, ну, совершенное равнодушие ко всему. Алкоголь, психически активные вещества, да, это тоже не полезно. Обжорство, когда человек думает, ну, да, что делать-то, делать нечего, начинает как бы слишком много есть, да, это потом удаляет как по самооценке, так, собственно, и по здоровью. Поэтому нужно понимать, что есть такие достаточно хорошие, эффективные и неэффективные способы, скажем так, преодоления. И нужно стремиться, чтобы эффективных было больше, стремиться к этому. И вот сейчас я считаю, что есть, как у любого времени, есть свои плюсы и минусы, ну, я, например, в какой-то степени благодарна вот этому периоду пандемии, карантину, ну, почему? Потому что появилась громадная, скажем так, возможности, да, в плане обучения. То есть вот сейчас я учусь в двух программах онлайн. Если правильно, что для этого нужно было мне, скажем, поехать в Россию, да, или куда-то там за рубеж, то сейчас я это могу получить дома. Есть масса программ интересных, связанных там с искусством, с экономикой, где очень-очень известные люди, ведущие специалисты своей области, бесплатно вам дают эти, читают эти лекции, да, почему нет. И нужно понимать, у тех людей, у которых возникает тревога по поводу занятости, по поводу утраты работы, это вот как раз период, когда вы можете какие-то новые навыки сформировать, да, учить язык, там, ещё что-то, научиться чему-то, во всяком случае, иметь ориентироваться в чём-то, поэтому учитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok